Итоги уходящей пятницы А также важный разговор Овощи для благотворительности и горячая линия Волонтеры БРСМ готовы прийти на помощь старшему поколению Куда звонить? Пошла Юзом в ночь с 1 на 2 октября Под Бобруйском перевернулась фура Украинский большегруз в лежачем состоянии провел полдня Максим Кембель выехал на место ЧП Трасса М5 Минс-Гомель Возле съезда с развязки на боку лежит фура с украинскими номерами В таком состоянии она провела больше 10 часов От машины отлетели составные части Прогнулась кабина, треснуло лобовое стекло К счастью водитель отделался легкими повреждениями При повороте водитель наехал на бордюр Об этом свидетельствуют следы на песке Грузовик двигался со стороны Березино В считанные секунды признаются дальнобойщик Все вышло из-под контроля Юзом пошла и отдаю А что перевозили? На месте ЧП в момент приезда нашей съемочной группы Еще работали ГАИ и МЧС Битум отличается взрывоопасностью Для подъема большегруза специалисты использовали кран Движение на участке перекрыли По факту ДТП проводится проверка Максим Кимбель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 25 тысяч доз Сотрудники наркоконтроля УВД Бобруйского горосполкома И отдела департамента охраны Задержали бобручанина, который выращивал коноплю у себя дома В квартире он оборудовал помещение для выращивания дурмана Оперативники обнаружили горшки с растениями, семена, грунт, удобрения Из квартиры изъято без малого полтора килограмма марихуаны А из дачного дома в Осиповичском районе еще 9 килограммов По предварительной информации задержанный собирался продать зелье своим знакомым Следователи дали действия бобручанина правовую оценку Возбуждено уголовное дело Телефонный разговор «Зеленая страна» и осенняя сессия Депутаты рассмотрят около 30 законопроектов Каких? Громкие заголовки не отдали в специальном обзоре Александр Лукашенко и Владимир Путин Обсудили международные проблемы, обстановку в странах и COVID-19 Телефонный разговор прошел в последний рабочий день недели В поле зрения президентов целый ряд международных проблем В том числе ситуация в Нагорном Карабахе Также лидеры стран обсудили действия по нормализации транспортного сообщения Между Белоруссией и Россией Белорусский парламент открыл осеннюю сессию Депутаты рассмотрят около 30 законопроектов В том числе и бюджет на 2021 год Как отметили в парламенте, солидный блок вопросов Касается также регулирования экономики, научно-технической и инновационной деятельности В субботу пройдет масштабный автопробег через всю Беларусь Стартует автоколонна на рассвете от границы с Россией Маршрут по самой значимой магистрали страны – трассе М1 А это больше 600 километров Присоединиться к патриотическому автопробегу может любой желающий Единый день озеленения пройдет в Беларуси 10 октября Посадить дерево можно будет в специально отведенных местах В Минске, к слову, работы пройдут вокруг 2-й кольцевой автодороги Компания направлена на экологию и благоустройство Беларусь примет участие в Экспо-2021 Всемирная выставка, как сообщается, пройдет в Дубае в следующем октябре Наша страна планирует представить собственный павильон Готовность уже 70% Общая площадь – более 4 квадратных километров Организаторы разделили ее на 3 тематических района Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах В стране выздоровели выписаны без малого 75 тысяч пациентов У которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 Зарегистрированы свыше 79 тысяч человек с положительным тестом Специалисты провели почти 1 миллион 900 тысяч исследований Такие данные приводит Минздрав С 1 октября в Национальном аэропорту Минск Можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19 Новым методом иммуно-хроматографического анализа С его помощью определяют антиген коронавирусной инфекции Так же, как и при исследовании методом ПЦР Материал для исследования – мазок из носоглотки Для получения результата достаточно 20 минут Для белорусов цена теста составляет 43 рубля Для иностранцев – 47 Забор материала для исследования проводится на тыщак Или как минимум через полтора часа после приема пищи Помощь бабушке Могилевский областной комитет БРСМ Организовал работу горячей телефонной линии для пожилых людей До 12 октября волонтеры доброго сердца готовы оказать помощь В доставке продуктов питания и медикаментов на дом Благоустройстве придомовых участков ветеранам Великой Отечественной Одинокопроживающим людям, инвалидам Номера телефонов для связи на ваших экранах Музыка, конкурсы и дегустации В субботу пройдет региональный фестиваль народного творчества и ремесел Глушанский хуторок В программе «Пленэр по керамике» под руководством народных мастеров Беларуси Гала-концерт, конкурсы и тематические площадки В рамках фестиваля пройдут ярмарки продажи Катания на лошадях и пони Начало в 11 часов Осенний микс В Центре досуга и творчества проходит тематическая выставка Здесь представлено все От нового урожая до прошлогодних закаток В этом году участие принимают 24 организации Это 113 работ Среди них как предприятия, так и учреждения, образования, учредители экспозиции «Союз женщин» и «Белая Русь» Впервые у нас заявился ТАИМ Теплоэнергетика впервые у нас представлена Значит, из предприятий Хочу отметить седьмую поликлинику Очень красивая композиция Очень много учебных заведений, детские сады Все-все участники будут отмечены дипломами, благодарностями И, конечно же, победители получат хорошие памятные подарки В понедельник закатки и дары природы организаторы отправят в монастырь по крова и ветеранам В последний рабочий день недели в Бобруйске было пасмурно и по октябрьски прохладно Воздух прогрелся до плюс 16 и обошлось без дождей Надолго ли тренд? Анастасия Пахлёстова Завтра в стране ожидается облачная с прояснениями погода На большей части территории пройдут небольшие дожди С юго-востока подует сильный ветер Местами порывы достигнут 18 метров в секунду Ночью столбок термометра покажет плюс 12 Днем потеплее до 20 градусов В воскресенье в страну придет теплая воздушная масса с юга Будет облачное с прояснениями Местами пройдут осадки Они продлятся до конца следующей недели В штате Джигава на северо-западе Нингерии Произошло сильнейшее за последние 30 лет наводнение Погибли 40 человек Уничтожено более 2 миллионов тонн риса Это четверть урожая страны Власти опасаются, что из-за массовых потерь зерна Ситуация может усугубить дефицит продовольствия в стране И привести к дальнейшему росту цен В лесах Бразилии горят крупнейшие пожары за десятилетия В сентябре спутники зафиксировали 32 017 точек возгорания В крупнейшем тропическом лесу мира Эксперты из Бразильского института экологических исследований заявили Регион пережил два тяжелых месяца С большим количеством пожаров Если засушливые условия удержатся, станет еще хуже Завтра в Абруйске будет переменная облачность Утром пройдут небольшие дожди Подует юго-восточный ветер Скоростью 6-8 метров в секунду Днем воздух прогреется до плюс 17 Ночью похолодает до плюс 15 В воскресенье тоже будет небольшой дождь Днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 19 Ночью воздух остынет до плюс 15 Анастасия Пахлестова, Андрей Богдан Бобруйск, 360 Это все из событий к этой минуте Следите за новостями в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok